Бригады коммунальщиков работают по всему городу. На улице Объездная в районе ЗАГСа по всей длине поменен бордюр. Здесь появились отдельные карманы для стоянок автомобилей. Сейчас рабочие завершают отсыпку землей. Левая сторона уже полностью засыпанная и работы вот еще сегодня завьется уже землю. К вечеру работы будут продолжаться по мере возможности по погоде. К пятнице, субботе эта работа будет завершена в полном объеме. А на Анапском шоссе рабочие уже демонтировали 30 метров старые тротуарные плитки, расширили пешеходную зону и установили бордюрный камень. В ближайшее время начнется монтаж нового покрытия. Материал уже завезен в полном объеме. Бульвар Протапова тоже в зоне особого внимания коммунальных служб. Это одна из любимых прогулочных зон гостей и жителей города. В рамках программы «Доступная среда» здесь идет монтаж пандусов для людей с ограниченными возможностями. Работы ведутся оперативно. В Анапу уже приехали первые отдыхающие. У гостей же благоустройство вызывает самые положительные эмоции. Розы пахнут шикарно. Зелень поливают. Подсветка ночью на отеле администрации нравится. Просто безупречно все. Приедем еще обязательно. На набережной работают сразу несколько организаций. Ремстроевцы в районе памяти Каванесову уже завершили покраску ограждения. За дело приняли специалисты зеленстроя. Только за сегодня этой бригаде предстоит высадить около 4000 цветов. Здесь у нас четыре круглых клумбы. И мы тут садим канны, садим многолетники. Это шалфей, сверкающая сальвия, это гайлардия и табак душистый. И также петуня разноцветная, всевозможных расцветок. Портулак будет украшать. То, что будет свистеть все лето и радовать всех людей. Впрочем, на этом работа озеленителей не завершается. От улицы Владимирской до Красноармейской будут высажены специальные цветочные змейки. Также новые цветочные клумбы появятся в районе Центрального телеграфа.